Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Напомню, что в ближайшие выходные во Франции пройдет референдум, будет выбор нового главы республики. Соответственно, обращу ваше внимание, что в данный период риск волатильности на рынке будет крайне высокий. Поэтому имейте это в виду, и в том случае, если у вас нет открытых позиций, то имеет смысл подождать до понедельника, до второй половины понедельника, и уже новые позиции искать после оглашения результатов. Ну и в том числе, если у вас уже есть открытые позиции, то обратите максимальное внимание на то, чтобы защитить вашу открытая позиция. Итак, начнем по паре евро-доллар. По паре евро-доллар у нас продолжается также восходящее движение на укрепление евро. Соответственно, вчера мы доходили до локальных максимумов в области 1.0776, а пара продолжает свое движение в область отметки 1.0870. На текущий момент ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить, находится на минимуме, который был 19-го числа в области 1.0696. Переместить его уже за локальный минимум ближе мы сможем после следующих движений, уже после следующих обновлений максимумов, которые мы можем увидеть, к примеру, в понедельник или, возможно, сегодня. Пара британский фунт также продолжает свое восходящее движение, несколько остановились после стремительного роста. На текущий момент локальный максимум, который у нас был обозначен 18-го числа, еще пока не обновлен. Поэтому для продолжения восходящего движения и для уже переноса коррекционного уровня по ходу движения нам необходимо увидеть обновление локальных максимумов. На текущий момент коррекционный уровень все также остается на минимум 18-го числа. Переместить его на отметку 1.2769, а именно за минимум. Вчерашние торговые сессии за минимум 19-го числа мы сможем только после обновления локальных максимумов. Но на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта также остается в силе. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое нисходящее движение. Ближайший коррекционный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится в области максимумов, которые были также зафиксированы 19-го числа в области 75-65. На текущий момент пока пара торгуется ниже данного значения, тенденция на ослабление австралийца также остается в силе. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают свое восходящее движение. На текущий момент один из краткосрочных уровней коррекции, который мы можем отметить, находится на минимуме, который был зафиксирован вчера. Так как вчера мы увидели обновление локального максимума в области 1.3500. Тенденция на укрепление доллара в данной паре пока остается в силе до ухода ниже отметки 3456. Пара американский доллар и японская иена подходит к среднесрочному уровню в области 109.38. Тот уровень, который мы также отмечали вчера и уже уход выше данного значения и закрепление за ним может нам говорить о начале коррекционного движения по данной паре. Пока торгуемся вблизи данного значения, подходили вплотную вчера во второй половине торговой сессии. Пока полноценно закрепиться для входа, к примеру, на позиции на покупку пока еще не смогли, но тем не менее все движется в этом направлении. По индексу DAX мы видим продолжение нисходящего движения и один из уровней, который мы можем отметить на текущий момент. Это обновление максимумов, которые были зафиксированы 19 числа и те максимумы, которые у нас были отмечены вчера. Это область 12062. Соответственно, если говорить о начале краткосрочного восходящего движения по данному инструменту, то индексу нужно закрепиться как минимум за отметкой 12061. Тогда в этом случае мы можем уже рассматривать позиции на покупку по данному инструменту. Пара евро-фунт также продолжает свое нисходящее движение, но для полноценного переноса разворотного уровня на отметку 0.8414 по данному инструменту, нам необходимо увидеть дальнейший импульс на снижение евро по отношению к британскому фунту и обновление минимумов в области 83.12. Золото на текущий момент в краткосрочной перспективе также корректируется. Мы видели вчера уход ниже отметки 1281 доллара за тройскую унсу. Соответственно, на текущий момент можем говорить о краткосрочном нисходящем движении по данному активу, по данному инструменту. Уход же выше, по крайней мере, отметки 1283 доллара за тройскую унсу может нам дать предпосылки на присоединение на покупку по данному инструменту. Пока торгуемся ниже, соответственно, тенденция краткосрочная, по золоту остается нисходящая. Ну и нефть марки Brent также продолжает свое нисходящее движение. Напомню, разворотный уровень, который мы отмечали ранее, пока остается на отметке 55.14. Для нисходящего движения переместить его уже по ходу данного импульса мы сможем после обновления минимумов в области 52.51. Это минимум, который был 19-го числа. И после следующего импульса уже нисходящего мы сможем переместить данный разворотный уровень, а соответственно, наш защитный ордер 100-плосс за отметку 5352. Индекс доллара торгуется вблизи максимумов, которые были также отмечены вчера. Но для того, чтобы говорить о развороте по данному инструменту на покупку, Индексу нужно закрепиться за отметкой 99.75, за максимум, который был зафиксирован также вчера и 19-го числа. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напомню, обратите ваше внимание, что в период выборов на рынке может быть повышена волатильность. Поэтому, если вы находитесь вне рынка, то лучше подождать с открытием новых позиций, на мой взгляд. Всем спасибо за внимание, всем желаю хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.